Дякую за службу, хлопцы. Спасибо за службу, ребята. Выздоравливайте, возвращайтесь домой. Слава Украине. Слава. В рамках рабочего визита Владимир Зеленский посетил раненых украинских военных в госпитале. Президент вручил им награды и поблагодарил за службу. Также выразил благодарность медикам, которые спасают жизни бойцов ВСУ. И почав цей день... Начал этот день с посещения военного госпиталя и благодарности нашим врачам, медицинским сестрам и братьям, каждому и каждой, кто помогает спасать наших воинов после ранений и обеспечивает реабилитацию. Самое важное – все делать на своем уровне так, чтобы вся наша Украина могла добиться нужных результатов. Каждый, кто воюет ради нашего государства, каждый, кто работает, чтобы мы выстояли. Все, кто помогает. Благодарю вас и горжусь вами. Горжусь Украиной. Позже президент посетил пограничников города, отметив вклад Госпогранслужбы в сохранении независимости Украины и почтил память погибших воинов. А также побывал в Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, где пообщался с лицеистами, курсантами и преподавателями. Кроме того, Владимир Зеленский осмотрел технику, которую пограничные войска используют для защиты государства, в частности бронетехнику, РСЗО, артиллерию, дроны и средства РЭП. Также президент провел совещание по безопасности и защите Хмельницкой области, в частности по вопросу безопасности Хмельницкой АЭС. Во время дискуссии обсудили социально-экономическую ситуацию в защиту объектов критической инфраструктуры и восстановлении энергетики. Во время поездки в Хмельницкий была представлена экономическая платформа Made in Ukraine. Президент Украины провел беседу с предпринимателями города и области. Для меня было очень важно создание нашей платформы Made in Ukraine, для того, чтобы знать в лицо наших отечественных производителей, особенно тех, кто работает с начала войны здесь, кто вернулся, кто работает и дает рабочие места, дает силу нашему бюджету, который потом полностью идет на силы наших воинов. Владимир Зеленский подчеркнул, что в частности, Хмельницкая область в больших объемах помогает украинской армии.